Закончить строительство социальных объектов и начать возведение жилья в селах. Такую задачу поставило руководство Заполярного района на 2017 год и последующие годы. На отчетном выступлении перед собранием депутатов Ненинского округа глава района администрации Олег Холодов рассказал о проделанной работе за 2016 год и проблемах, которые не решить без поддержки округа. Рыбоприемный пункт в Неси, школа-сад в Бугрино и ферма в Оми на 50 голов. Сегодня эти объекты по праву считаются безнадёжными. Деньги освоены, а результата нет. Школу-сад закончили строить на стадии возведения каркаса. Подвёл подрядчик. Ферму – из-за нарушений в проектно-сметной документации. По словам Олега Холодова, задача Заполярного района – довести долгострои до ума, но без помощи округа не обойтись. Всё-таки жалко останавливать этот объект, оставлять его в том виде, в каком он есть. Мы бы предложили обследовать его за счёт района, для того, чтобы потом принять решение, поскольку мы не видим на сегодня бесперспективности этого объекта. То есть, на наш взгляд, его можно достроить. Он востребован. Недострой в Бугрино также нуждается в новой проектно-сметной документации. Рассматривается вопрос о переносе стройки в другое место с подходящим грунтом. Из наболевшего – школа в Индиге на 150 мест, школа-сад на 50 мест в Харуте, Фок в Амдерме, дизельная электростанция в Харивере. После проведения экспертизы, судьба этих объектов будет решена совместно с округом. Отдельный вопрос – школа в Красном на 300 мест. На сегодня достигнута договорённость с подрядчиком на продолжение работ до ноября 2017 года. Расторгать с ним договор просто невыгодно. Это большие потери во времени и средствах. По словам Алексея Михеева, также необходимо сделать акцент и на строительство жилья. Полномочия по социальному жилью в поселениях перешли в Заполярный район. Однако средств на их исполнение не имеется. Мы пытаемся решить, и в этом году есть приобретение нескольких домов. Но на будущий год остатков у нас не будет. Наших до года будет порядка 700 миллионов. Из них по сегодняшнему году 378,5 мы отдаём в поселение в виде помощи. Оставшиеся там, ну сколько будет, 300 миллионов, да? На оставшиеся 300 миллионов мы должны, всё остальное, что у нас есть, ЖКХ, транспорт и так далее, в том числе жилье строительство, социальное жилье, должны будем изыскивать. Новое жильё особенно необходимо в Бугрино и Нельмином Носе. Износ жилфонда составляет более 70%. Чтобы расселить людей, необходимо ежегодно строить по 40 квартир в каждом поселении. Между тем, основная масса строительства домов под расселение аварийного жилья приходится на Наринмар. Особое внимание глава администрации уделил вопросу речных пассажирских перевозок. С каждым годом количество пассажиров снижается с 19 тысяч в 2014 году до 12 тысяч в 2016. По прогнозам, в этом году тенденция сохранится. Причина – субсидии на возмещение недополучных доходов сократились практически в два раза. Обрезали субсидию, из этого исходя стали вырезать расписание. Вчера очередной раз получили недовольство жителей, что мы не можем выехать. Да, вчера был ветер 12 метров, катера не могут выехать. Проблема есть. По договоренности с округом на сезон 2017 северной транспортной компанией будет выделена субсидия в размере 8,5 миллионов рублей. Также депутаты спрашивали о формировании тарифов на электроэнергию в ходе строительства очистных сооружений в искателей, концессионных соглашениях. Итогом встречи стало решение – создать рабочую группу с представителями окружной администрации и Заполярного района для решения проблемных вопросов в рамках своих полномочий. Канал Север